В первую очередь ученых беспокоит недостаточное бюджетное финансирование, ведь без материальной помощи все уникальные научные разработки и многолетний селекционный труд может погибнуть. Сергей Кривоносов пообещал коллективу, что он, как федеральный депутат, будет убеждать причастные органы исполнительной власти в необходимости включения сочинского пчеловодческого хозяйства в федеральную целевую программу. Помимо финансирования руководителя пчеловодческого предприятия волнует и имиджевый вопрос. Оказывается, что под брендом Краснополянской станции свою продукцию выставляют недобросовестные предприниматели, причем мед этот отнюдь некачественный, разбавленный и перегретый. Депутат Госдумы взял этот вопрос под личный контроль. Помимо вопросов предприятия, сотрудники пчелохозяйства пожаловали Сергею Кривоносову на свои житейские проблемы. В частности, их, как жители села Молдовка, волнует состояние дороги, на ремонт которой не хватает средств. На территории города Сочи предложить создать и в законе это прописать особую экономическую территорию туристический парк с федеральными льготами. Вот если это будет принято, то это позволит решить многие задачи. Потому что вот дороги, ну вы сами понимаете, это повсеместная проблема. То, что аварийные, я буду поднимать вопрос, чтобы была какая-то комиссия, которая выявляла там, где есть угроза жизни, там, где нет. Депутат Госдумы предложил коллективу по любым вопросам обращаться в его общественную приемную. А через неделю для обращений будет доступна и круглосуточная открытая приемная. Она появится на улице Арджиникидзе.